Я сейчас передаю слово Ростиславу Ищенко, и мы после этого от политической составляющей переходим к экономической, если Ростислав сам с этого не начнет. Ростислав, можно буквально 30 секунд? Нет, нельзя. Объясню почему. Потому что я человек скромный, и в отличие от пяти наших коллег, которые сами берут слово, когда хотят, втискиваясь в чужую речь, долго жду, когда мне дадут слово. Поэтому прошу не перебивать, я закончу, а там уж сделаете ли марку. Тем более, что я постараюсь не очень долго отвлекать вас от экономической части. Я, к сожалению, имею еще одну глупую привычку не только долго ждать, когда дадут слово, но еще и анализировать не то, что хочется, а то, что есть на самом деле. Поэтому у меня не появляются фразы, которые «Украина не расколота», которая сегодня здесь была произнесена, просто «Запад не дает Юго-Востоку жить так, как хочет Юго-Восток, а Юго-Восток не дает Западу жить так, как хочет Запад». И у меня не возникает предложений предоставить всем фашистам места в парламенте, для того, чтобы они не обижались, не ходили по улицам с автоматами, а просто руководили страной так, как они хотят. Что, собственно, с моей точки зрения сейчас представляет объективную реальность? Начиная с 12 декабря, я не устаю повторять, что анализировать, как там будет существовать Украина после того, как все это закончится, уже поздно. Потому что на самом деле 12 декабря, когда был отозван Беркут с Майдана, потом начался период гигантских уступок, который продолжался вплоть до конца января. В этом время и власть, и оппозиция продемонстрировали, они ситуацию в стране не контролируют, и они не в состоянии своими силами вывести страну из кризиса. Кстати, это было видно даже здесь, в Харькове. Вот это вот, то, что мы сейчас здесь находимся, обсуждаем, сказать, украинский фронт, это одно из доказательств того, что власть не контролирует ситуацию в стране. Потому что, если бы контролировала, то когда приезжали штурмовать Харьковскую обладминистрацию, Михаил Маркович бы не население приглашал бы защищать, а Беркут бы послал бы разгонять мятежников. Я понимаю, но, понимаете, когда власть, неважно, в Одессе, в Харькове, в Донецке, где угодно, говорит, люди, выходите защищать облгосадминистрации, это уже гражданская война. Потому что, когда Беркут гоняет мятежников, власть защищается от мятежа. Когда граждане гоняют граждан, это уже гражданская война. А если на построе началась гражданская война, пусть пока без трупов или с маленьким количеством трупов, значит, власть ситуацию не контролирует. Далее. Общим местом является, и здесь неоднократно это повторялось, может быть, не так выпукло, как хотелось бы, что Украина является точкой предложения усилий глобальных игроков. В частности, России и Соединенных Штатов. И что в том случае, когда украинские власти ситуацию не контролируют, ни один из этих глобальных игроков не может позволить себе оставить ситуацию бесконтрольной. Следовательно, и, кстати, вчера мы вот с Володей, с Михаилом Борисовичем получили этому подтверждение от неукраинского, но очень информированного политика. Прямые переговоры через голову украинских властей с Обамой, с Меркель начались, успешно идут. И украинским властям, и украинской оппозиции, и зарубежные игроки говорят, что они должны делать, как они должны делать, и каким образом разруливать ситуацию. И опять-таки, с моей точки зрения, и вчера мы этому получили подтверждение, это было сказано открытым текстом, все хотят избежать гражданской войны, все хотят прийти к компромиссу, я имею в виду внешние игроки. Значит, все хотят каким-то образом рассосать этот Майдан, переформатировать правительство и даже, возможно, федерализовать Украину, но никто не знает, каким образом убрать с Майдана вооруженных боевиков. Опять-таки, мы получили подтверждение того, что этих боевиков достаточно большое количество, в том числе автоматического оружия. Мы получили подтверждение того, что они готовы стрелять, и что правительство было предупреждено официально, что если будет силовой разгон, то одной сотней трупов на Крещатике дело не закончится. То есть, что стрельба будет, и будет стрельба полноценная. И вот сейчас их оттуда не могут гарантированно убрать ни Янукович, ни Яценюк, ни Кличко, они даже посолпают. Потому что эти люди, которые отрезали себе пути к отступлению, у них есть оружие, они завели милицию так, что если им Янукович, Обама, Путин, Меркель и генеральный секретарь ООН вместе подпишут гарантии безопасности и амнистии, они понимают. Милиция их потом переловит, передушит, пересажает по одному. И у них есть только два пути. Либо к победе, либо в тюрьму. Они это прекрасно понимают. Да, кто-то попытается сбежать, кто-то попытается с Майдана рассосаться, кто-то останется. И этих людей можно зачистить только силовым путем. Да, на это, наверное, можно получить будет санкцию и России, и Соединенных Штатов, и Германии. И когда все прозрежут, скажут, о, террористы, таких же убивать давно пора. Но когда это случится, все равно без крови не обойдешься. А это, измените ситуацию перестрелки в центре Киева. И на все рейтинги всей власти украинской, да и оппозиции тоже, это хорошо не повлияет. Потому что это они довели ситуацию совокупными усилиями. Действующий политик довел ситуацию до такого положения. Ну, извините, не буду даже задавать риторические вопросы. А почему в нашей стране в последние 3 или 4 года, значит, за столкновение, так сказать, идеологии, антифашист почти гарантированно попадал в тюрьму, а фашиста почти гарантированно не замечали. Когда они просто дрались на улице. Почему так происходило? Это что, СБУ недосмотрело? Нет, команда проходила с самого верха. Значит, то есть сами вырастили, сами выпистывали, сами вооружили, теперь сами страдают. Соответственно, на сегодня мы, обсуждая, каким образом мы сохраним единую Украину, значит, обсуждаем фантом. Володя Скачко правильно сказал, труп, конечно, можно гальванизировать, но он все равно труп. Вот я не представляю себе, каким образом мы сможем в дальнейшем жить в одной стране долго с этими боевиками. И не только я этого не представляю. Посмотрите последние данные, которые публиковал уважаемый Женя Копатько со своей «Лесейшинд Брендинг Группы». Страна разделилась примерно половину на половину. 46 за Майдан, 53 против. Но на западной Украине 86 за Майдан, а на восточной 86 против. Это, конечно, совсем не расколотая страна. Это, можно сказать, единое мнение. Нам только смысл надо, смыслы для них надо выработать, и будет прекрасное единое государство. А каким образом вот сейчас эти боевики убегут на западную Украину, когда зачистят Киев, где у них захвачен орган государственной власти, созданы параллельные структуры, созданы мобилизационные возможности, где миллионы людей их поддерживают так же, как миллионы людей на Востоке поддерживают Михаила Марковича, и где он совершенно справедливо говорит, будет незаконная власть в Киеве, мы ей не подчинимся. А как не подчинитесь? Воевать будете. И они готовы воевать, и они опираются на мобилизационный потенциал миллионов на западной Украине, и 6 или 7 областей могут поставить под ружье. Так на Украине танков нет, чтобы туда послать. Армии нету. А Берку там гражданскую войну не ведут, Берку там порядок в столице наводят. Поэтому, насколько я понимаю, сейчас, вот сейчас, крупные мировые игроки договариваются о том, каким образом ситуацию на Украине стабилизировать. Как все это растянуть и хотя бы временно успокоить, и хотя бы временно сохранить единое государство. И если вдруг у украинцев как-то случайно получится, путем федерализации, конфедерализации, автономизации, как угодно, остаться жить в формальной единой стране, бог с ними пусть живут. Но если не получится, опять-таки, что нам вчера было сказано, американцы считают, что Украина расколется неизбежно, западная неизбежно отойдет. Я не думаю, что американцы такие уж глупые люди. Они на чем-то базируют свои эти самые расчеты. И думаю, что примерно на том же самом, о чем я сейчас сказал. Потому что, когда дело дошло до гражданской войны, и обе части страны опираются не только на политическую поддержку крупных слоев населения, но и эти слои сконцентрированы в конкретных регионах, то речь может идти либо о совсем уж вялой конфедерации, либо о цивилизованном или не цивилизованном разводе. Я не думаю, что мы будем разводиться завтра или послезавтра, если, конечно, не вспыхнет полномасштабный конфликт, которого все пытаются избежать. Но то, что в течение двух-трех лет этот вопрос встанет, это неизбежно. Да, давайте примем новую конституцию, обнулим или уменьшим полномочия президента, перенесем конфликт в 2017 год в парламент. Но пройдут выборы 2017 года в парламент, или досрочные парламентские выборы, как угодно. А что непонятно, что западная Украина проголосует за фашистов, а восточная за антифашистов? Что непонятно, как говорит Михаил Маркович, что здесь будут стоять памятники одним, а там памятники другим. А эти одни и другие, между прочим, друг в друга стреляли, и стреляли не один год. И боролись друг с другом на уничтожение. И что? Когда цивилизованные фашисты будут ездить в Харьков в гости, потому что в Харькове свои законы, а во Львове свои, они, конечно, будут носить цветы к памятнику Ленина. Ага, дождетесь. То есть через некоторое время этот вопрос все равно встанет. Я думаю, что действительно, когда речь шла о резком увеличении, резком, подчеркиваю, увеличении, неважно, чьих полномочий, губернаторов, областных советов, но о передаче полномочий на места, это очень здравая мысль. Более того, эти полномочия должны быть подкреплены финансово. Я бы говорил даже не о передаче каких-то культурологических полномочий, а о финансовых и экономических. Потому что это не только уменьшит ценность президентского поста, ценность Киева как столицы, ценность депутатских мандатов и так далее. Зачем сидеть депутатом или министром, если деньги распределяет и приватизацию проводит губернатор? Таким образом, все эти самые галицийские оккупанты, которые миллионами за последние годы окопались в Киеве, поедут к себе Валев или к вам в Хальков зарабатывать деньги на местах. Это снизит ценность центра государства, за которую сейчас идет фактически борьба, где сталкиваются Запад и Юго-Восток. Ну не приезжают свободовцы Тегныбока баллотироваться на должности в Харьковском облсовете. И вы никто не поедете баллотироваться во Львов, потому что вас там просто не изберут. Поэтому я думаю, что пока у нас есть какое-то время, пока есть надежда, что действительно этому конфликту не дадут выйти в горячую стадию, мы должны отрабатывать механизмы, которые позволят нам передать на места максимум полномочий и начать формировать практически путем федерализации крупные автономные единицы, может быть из областей, может быть даже из нескольких регионов сразу, которые позволят в перспективе договариваться как минимум, если мы хотим сохранить страну, как минимум о конфедерализации страны. Потому что даже федерация, в общем, предполагает сильный центр, а для Украины сильный центр – это убийство. За него всегда будет идти война между Западом и Востоком. Ну а что касается журналистов, это мое последнее замечание, тут много говорили, кто кому и как платить деньги, и каким образом создавать свои средства массовой информации. Извините, господа, но партия регионов, за исключением, может быть, каких-то редких и отдельных умных людей, никогда не создаст ненормальный журналистский, ненормальный экспертный пул. Потому что, вот я сейчас наблюдаю два канала – 112 и «Бизнес». Известно, что они принадлежат частным лицам, и эти частные лица занимают очень неплохие должности в действующем правительстве. Значит, они набрали журналистов, они их перекупили на пятом канале, подавляющее большинство. То есть они купили своих оранжевых врагов, заплатив им хорошие деньги, и надеются, что те будут честно на них работать. С такой же ситуацией я сталкивался в 2010 году, когда Женя Копатько набирал для Андрея Петровича Клюева экспертную группу. И когда я у него спрашивал, ну скажи, Женя, а почему вот у вас там Бала, Березовец, значит, и прочие оранжевые эксперты, которые проиграли выборы, посадили Юлию Владимировну в тюрьму, то есть доказали свой непрофессионализм, вы их сейчас взяли, набрали, платите им хорошие деньги. Они что, будут вашими? Нет. Я говорю, я понимаю, там, допустим, вам не подходит моя позиция или позиция Володи Корнилова, потому что вы интегрируетесь в ЕС. У вас что, в Донецке, в Харькове, в Луганске, мало пацанов, которые позаканчивали только что институты? Да возьмите их и раскручивайте, платите им деньги, делайте свой экспертный пул, делайте свой журналистский пул. Нет. И сейчас, кстати, продолжается то же самое, ничему ведь не научились, платят деньги тем, кто их будет убивать. Поэтому я очень скептически отношусь к тому, что даже если вдруг регионалы найдут чемоданы или вагоны денег и закачают это в создание каких-то там средств массовой информации, что эти средства массовой информации будут реально им лояльны и что они будут реально продуктивно работать не какой-то узкий промежуток времени, а реально долго и качественно продуктивно работать на пропаганду ценностей Юго-Востока. Все, спасибо за внимание.